Прямо сейчас, продолжая говорить о проблемах, теперь уже не в здравоохранении, а в образовании, лишить денежных премий, не выплачивать компенсации за неиспользованный отпуск, не нанимать новых сотрудников, не планировать текущие и капитальные ремонты командировки. В распоряжении новостей ТВК сегодня оказалось письмо, которое Министерство образования края адресовало всем подведомственным учреждениям. В документе говорится о том, что необходимо приостановить многие расходы, в частности, выплаты премий денежной компенсации за неиспользованные отпуска. И даже урезать траты на канцелярию. В Министерстве образования края новостям ТВК сегодня подтвердили, что такое письмо действительно рассылали и пояснили, какие учреждения ждут сокращения. Краевые учреждения это краевые коррекционные школы, коррекционные учреждения дополнительного образования детей, краевые педагогические колледжи, учреждения НПО и СПО. Но при этом чиновники пояснили, что получили этот документ от Министерства финансов. Там, в свою очередь, подтвердили, что такие письма отправили абсолютно всем министерствам края. Однако подробности таких сокращений сегодня рассказать не смогли. Ну и заявление о необходимости сокращения расходов образовательных учреждений Красноярского края сегодня ночным новостям ТВК уже вечером прокомментировала заместитель председателя комитета по образованию законодательного собрания края Татьяна Володкевича. Вот что она сказала. Когда приходится начинать экономить на всем, а все-таки у нас, я считаю, очень разумное руководство в стране, и вообще мы вот, когда нас пугают экономическими санкциями, то мы должны быть готовы, и вот прослойка жира должна всегда быть. То есть вот должен быть финансовый запас, то есть мы должны себя, так сказать, чувствовать очень уверенно. Поэтому сокращение, ведь очень правильный поступок. Продолжение следует...